Монах и пчелы Не существует идеальной пчелы, она должна быть создана, выведена, я имею ввиду создана не в буквальном смысле, а выращена руками человека. Середина августа, 5 утра. Брат Адам, знаток пчеловодства, уже весь в работе, как и его невыспавшиеся помощники, занятые ежегодным ритуалом. Эти улья вывозятся на вересковые поля. Все делается в спешке, потому что пчелосемьи должны быть собраны и погружены до рассвета, до облета. Это история о навязчивой идее длиною в жизнь, о всепоглощающей страсти брата Адама из Ордена Святого Бенедикта. Его непреклонной целью все эти 75 лет было вытащить из постели этих людей и следить за каждым их движением. Пять тридцать. Пчелосемьи находятся в пути. Сорок ульев. Около двух с половиной миллионов пчел путешествуют с летних изобилующих нектаром низин на сбор нектара с вереска на плоскогорье в Дарт-Море. Это классическое кочевое пчеловодство. Перевозка пчел к сезонному источнику нектара. Почти все улья, 14 производственных пасек брата Адама должны быть перевезены на вересковые поля. Ранним утром эти пчеловоды разгрузят 280 ульев на удаленных вересковых тачках. Но это необычные ульи. В них содержится бесценный груз, труды всей жизни, огромный генофонд, собранный в течение более 70 лет усердных экспериментов. Они служат домом для пчел, которых многие считают близкими к идеальным. Ни малейшая деталь не ускользнет от его глаз, потому что это самый известный в мире селекционер пчел, брат Адам. А его помощники – это многочисленные энтузиасты. Этот отец и сын – производители меда из Германии. Как и десятки других учеников брата Адама, они проводят свой отпуск, трудясь в неугодное Богу время без всякой оплаты. Брат Адам попытался сделать то, что Бог и природа не сумели. Он попытался вывести породу пчел, полностью соответствующую нуждам человека. Его пчелы имеют пять основных качеств – хороший нрав, устойчивость к болезням, плодовитость, то есть способность давать большое потомство, трудолюбие и несклонность к роению. Ульи установлены, и необыкновенные пчелы брата Адама начинают последний в сезоне медосбор на полях Дарт-Мора. Цветение здесь продолжается менее месяца. Но если появляется нектар, пчелы доберутся до него. Они работают на высоте 500 метров над уровнем моря при всем непостоянстве английского климата, что делает их готовыми к суровым условиям повсюду. Чтобы оценить, что делает пчел брата Адама такими особенными, необходимо понимать, что творится в Улье. Главную роль в семье играет матка, несущая яйца и единственная плодовитая женская особь в Улье. Ее окружают рабочие пчелы, не способные к размножению. Матка только что отложила яйцо в ячейку сота, колыбель Улья. Она постоянно выделяет феромоны, называемые маточным секретом, химический ингибитор, который передается от пчелы к пчеле. Он не позволяет им вырастить ей конкурентку. Матка откладывает еще яйцо. Это действие она выполняет до 3000 раз в сутки. Ее яйцо располагается в вертикальном положении на дне ячейки. В течение четырех дней оно превратится в личинку, похожую на гусеницу. Личинку активно выкармливают рабочие пчелы. На девятый день вместе с едой ячейку запечатывают. Под восковой крышкой происходит 12-дневный метаморфоз. И вот результат. Еще одна взрослая пчела присоединяется к самому организованному обществу на Земле. Пчелиный город с населением около 50 тысяч жителей. Эта пчела всего через несколько минут после вылупления дрожащей походкой направляется работать. Инстинкт не позволяет ей отдохнуть. Первые три дня ее жизни она запрограммирована на чистку сотов. Соты – это несущая структура улья, построенная из воска, который выделяют более взрослые пчелы. Молодая работница приступила к своим обязанностям. Через четыре дня она автоматически перейдет на кормление матки. Затем ее функцией станет уход за ульем. Она станет выносить мертвых пчел. Всего сто одна рабочая операция запрограммирована в ней, отдельная на каждый период жизни, которая может длиться всего шесть недель. Пчела занята вентиляцией гнезда. Пчелы-охранники отгоняют ос, пытающихся украсть мед. Пчела-разведчица вернулась в улей с новостями о нектаре. Она сообщает о ее находке своим виляющим танцем. Ее движения говорят другим особям о точном расстоянии и направлении к источнику нектара. Начиная с возраста в 21 день и до самой смерти, каждая рабочая пчела собирает нектар. Их задача пополнять запасы семьи, в первую очередь запасы нектара. Нектар пчелы собирают с цветков, засасывая его напрямую в свой зоб, действуя как пылесос. Загруженные нектаром, они возвращаются домой, ориентируясь по запаху, который они улавливают в воздухе перед литком. Внутри улья пчела изрыгает водянистый мед, который уже смешан с энзимами и переработан в ее зобе. Теперь он начнет созревать в ячейках сота. Другая рабочая пчела пьет полученный мед. Ее работа возможно кормить личинок, или выравнивать запасы между сородичами. Она передает пищу изо рта в рот и снабжает свои действия сообщением в виде феромона с помощью антенн. Эти добытчики несут пыльцу в корзинках на задних лапках. Короткая проверка свободного пространства, и пыльца заталкивается в ячейку. Пыльца, как и нектар, поступает с цветущих растений. Это необходимый элемент в рационе пчел, богатый белками, витаминами и микроэлементами. Эти ячейки содержат пергу, или пчелиный хлеб, высокопитательную смесь пыльцы и меда. Матка продолжает передавать свои феромоны рабочим пчелам. Здесь, в центре изображения, находится трутень, мужская особь. Его единственная функция – это оплодотворение матки, после чего он умирает. Спаривание происходит в полете. Во время свадебного облета матка может оплодотвориться с дюжиной трутней. Их семя будет служить ей всю оставшуюся жизнь. Относительный размер трутней можно оценить по этому соту. Вверху слева находятся ячейки обычных рабочих пчел, справа снизу – широкие для выращивания трутней. Еще крупнее ячейка для матки – маточник. Его выстраивают, когда по какой-либо причине феромон матки ослабевает. Личинка внутри маточника не отличается от всех остальных. Маткой же ее делает уникальное питание – маточное молочко, которым ее обеспечивают рабочие пчелы. Внутри огромной ячейки происходит магический метаморфоз. Рождается матка, и ее сразу же атакуют. Чтобы доминировать в семье, она должна избавиться от конкуренток. Вот она разгрызает маточник своей невылупившейся сестры. Но этой матке удается спастись. Хотя и ненадолго. Это смертельный поединок. Вылупившаяся матка получила несколько ужалений. Она умирает. Пчела ужалит другую пчелу и останется жить. Против человека она превращается в камикадзе. Хожа человека препятствует выходу ребристого кончика жала. В результате происходит эвисцерация, то есть разделение внутренних органов. Рой. Возможно, результат перенаселения или нехватки маточного феромона. Матка возглавляет массовое переселение, естественный природный способ размножения этого вида. Рой начинает садиться на ветку, пока разведчики ищут постоянное место. Эта пчела нашла место. Ее танец говорит, где именно. Рой улетает на дальнее расстояние от старого улья, где остается молодая неплодотворенная матка с небольшим количеством рабочей пчелы. Как показывает роение, медоносная пчела – это дикое насекомое. Пчеловод предоставляет ей только временное убежище. Гениальность брата Адама заключается не в том, что он выдающийся пчеловод, а в том, что он генетик, который изменил поведение самой природы пчел. Брат Адам ставит очень тяжелые задачи, когда с ним работаешь. Он всегда ставит своих пчел на первое место. Я понял, что если вам удастся показать брату Адаму, что вы правильно и верно выполняете работу, то он очень это ценит. Он не любит слишком много допущенных ошибок при осмотре семей. Ему нравится, чтобы работа была сделана хорошо. И часто в конце дня брат Адам может вознаградить вас, предложив напиток или разговаривая о планах на следующий день. Я считаю, что брат Адам – самый лучший в мире селекционер пчел, во всяком случае из живущих. Каждый раз при работе с пчелами мы благодарны ему за его вклад и достижения в области селекции пчел. Это научная работа, выполненная настоящим пчеловодом-практиком. В нем есть эта движущая сила, которая позволяет ему продолжать работать до тех пор, как он однажды сказал мне «пока он не умрет в своих сапогах». Вы не должны ни перед чем останавливаться. Но также важна интуиция. Понимаете, не каждый может выполнять эту работу, оценивать и отбирать. Можно сказать, это дар. В средние века роль брата Адама в качестве монастырского пчеловода была жизненно необходима, так как пчелиный воск позволял свечам освещать христианский мир. Это Бакфаст – аббатство Ордена Святого Бенедикта в юго-западной Англии, где монахи стали молиться в первый раз тысячу лет назад. Брат Адам присоединился к аббатству в 1910 году. В ранней бенедиктинской традиции молитва и созерцание должны уживаться с мирскими тревогами. Жизнь аббата или простого монаха была наполнена тяжелым физическим трудом, однако огонь монастыря угас за четыре столетия до прихода Адама. Еще до нормандских завоеваний Бакфаст был опустошен. Его монахи разошлись во время расформирования английских монастырей. Затем – возрождение. В 1882 году монахи вернулись в Бакфаст. Сначала – последователи Ордена Святого Бенедикта, затем – новые верующие из Германии – практики. Камень за камнем они восстановили аббатство. Работа должна была занять десятилетия и требовала постоянного пополнения рабочей силы. Это набор верующих 1910 года, один из них Карл Керле, позже получивший имя Адам. На фото он слева. Адам, как и многие другие монахи, был привезен из Южной Германии. Бенедиктинцам его отдала мать. Тогда ему было 12, и он отчаянно хотел вернуться домой. Адам не был счастлив до тех пор, пока не занялся обработкой камня, той работой, которая приносила ему удовольствие. Но для нее у него было слабое здоровье, поэтому он перешел на более легкие обязанности и стал помогать на пасеке, где содержалась вспыльчивая темная английская пчела. Старая английская пчела, у нее был целый ряд положительных качеств, но с другой стороны были и отрицательные. И темперамент был одним из последних. Другой недостаток – это репродуктивная способность. Матки были не очень плодовиты, поэтому обычно семьи были небольшими. Кроме того, старая английская пчела была совершенно неустойчива к арокопидозу и была практически уничтожена. Болезнь пришла в Бахфаст в 1915 году. Странная апатичность поразила семьи, целые ульи погибали. Эта новая болезнь была вскоре определена как арокопидоз. В течение года она распространилась по всей Великобритании, буквально уничтожая местную темную пчелу. От нее не было лекарства. Все местные темные пчелы Бахфаста погибли. Остались в живых лишь помеси этих пчел с итальянскими. К 1919 году брата Адама назначили заведующим пасекой Бахфаста. Перед ним встала очевидная задача восстановления семей. Но как и чем? Он погрузился в науку. Он захотел узнать принципы селекции, как естественной, так и искусственной. В частности, как могла устойчивость к арокопидозу итальянской породы быть совмещена с полезными характеристиками других пчел. В Германии генетик пчел Людвиг Армбрустер проводил практические работы по применению закона Менделя. Он понял, почему Грегор Мендель, австрийский монах, который первым описал принципы наследственности, не смог применить их к пчелам. Поездка в Дартмор покажет, почему у брата Адама получилось то, что не получилось у Менделя. Ответом стало создание полностью изолированного от других пчел точка для спаривания. Эту землю арендовал ему один фермер. В 1925 году был положен старт программы по выводу суперпчелы. Менделя не знал, что матка улетает на несколько километров от Улья и может спариться с трутнем от чужой семьи. Это делало невозможным контролируемое спаривание. В этом месте брат Адам не имел таких проблем. Приоритетной задачей был вывод новых пчел от выживших, устойчивых к ракопидозу итальянских помесей. Чтобы контролировать, что матки будут спариваться с выбранными трутнями, брат Адам поместил отобранные отцовские семьи на изолированную пасеку. Эти трутни единственные, с кем матки могут спариться в Дартморе. Так, за вывод породы стал отвечать селекционер, а не природа. Природа отбирает для выживания в любых условиях. Тогда как наша первостепенная задача, конечно, это производительность, производство меда. Капля маточного молочка добавляется в каждую из этих мисочек. Затем из свежего сота с расплодом вынимается личинка. Она сажается в мисочку. Этот процесс называется прививкой. Личинки искусственно побуждаются к превращению в матки. Снова брат Адам обходит природу. Идея заключается в использовании хорошей помеси для получения от нее большой партии маток, либо для дальнейшего скрещивания, либо для продажи. Этот улей примет привитые личинки. Дым успокаивает его обитателей. Рамка с 50 потенциальными матками ставится в центр расплодного гнезда. Как и в естественных условиях, пчелы будут кормить личинок и воспитывать из них маток. Искусственные мисочки будут выстроены и запечатаны воском. В это время рабочие пчелы, струшенные перед литком, возвращаются обратно в улей. Немного сиропа для пополнения кормовых запасов и прививки начинают работать. Спустя 12 дней, в начале июня, маточники отвозят на 12 километров от пасеки монастыря на облетный тачок в Дарт-море. Искусная работа. С перевозимым ульем нужно обращаться, как с фарфором. Брату Адаму и его команде нужно распределить маточники среди 130 семей на тачке, матки которых были заранее изъяты. Вот она та рамка с 60 маточниками. Пчелы-воспитательницы сделали свое дело. Эти маточники ничем не отличаются от естественных. Каждый улей на тачке разделен на 4 отделения, в которых находятся маленькие семьи, называемые нуклеусами. Каждый нуклеус устанавливается по маточнику. Через сутки матки покинут маточники, а через 6 дней они вылетят на облет для спаривания. Сейчас конец августа, пора посмотреть, как себя чувствуют молодые матки. Рамка за рамкой, брат Адам осматривает каждый нуклеус. Он смотрит на матку, на ее потомство, как выглядит ее расплод, нет ли болезней. И наиболее важный аспект, как выглядит мед. Фрица Шова, другого волонтера из Германии, немного журят за то, что он держит рамки горизонтально, а не вертикально. Матка с них может легко упасть на землю. Большинство маток будут зимовать в этих нуклеусах. Весной их подсадят в продуктивные семьи, усиливая те семьи, чьей главнейшей задачей является сбор меда. Другие, как эта матка, отправятся сразу же на экспорт. Матки Бакфаст продаются по всему миру. Одно из ее крыльев подрезается, чтобы она не смогла улететь в случае раения. Затем она упаковывается для посылки за рубеж, сажается в почтовую клеточку с десятком рабочих пчел и канди. Эти простые операции менее чем за 50 лет превратили простую помесь итальянской породы в признанную всем миром великолепную пчелу Бакфаст. Мы достигли того момента, когда мы действительно довольны, если сравнивать с той старой английской пчелой. Но нам все еще нужно узнать, как старый мастер нашел и закрепил качество в новой пароде, этот генетический коктейль с большим количеством ингредиентов, чем рецептов у Хайнца. Этот сезон был хорошим для брата Адама. После трех лет скверной погоды и небольших урожаев, пчелы Бакфаст дали прибыль – золотой урожай. Поступила в продажу его новая книга. Мир захотел остановить его селекцию. Он получил клеверный мед с долин и вересковый с плоскогорий. Бенедиктинская моральная заповедь о стремлении к самообеспечению определила подход брата Адама к селекции пчел. Внешние характеристики были для теоретиков. Он работал для улучшения экономической продуктивности и личного поощрения. Если бы не было меда, то не было бы денег, чтобы оплатить расходы по выведению новой улучшенной пчелы. Продолжение следует...